Светлана, здравствуйте. Давайте с вами разберемся, что же такое, как их зовут, вылетело из головы, маски. Маски, не фильтры, а маски. Смотрите, вот любую фотографию вы открываете на рабочем столе, у вас на рабочем столе в фотошопе, под слоями внизу у вас есть такой значок, вот видите, третий значок называется «Добавить маску». Если вы на него нажмете, то появится вместе с фотографией вот такое окошечко. Это и есть маска. Мы сейчас отменим, и маску можно добавлять как к слою, так и к какому-то эффекту. Например, если вы открываете вот уровни, вы когда выставляете, то видите слева, слева у вас настройка сами кривые, не уровни, а кривые. А справа это тоже, вот этот белый квадратик, это и есть маска. Сразу автоматически. Нам пока она с вами не нужна, мы с вами ее удалим, и мы с вами сделаем вот что. Мы с вами возьмем сейчас, создадим копию слоя. Смотрите, что с масками главное? Главное понять, как это устроено. Когда поймете, как это устроено, то дальше вы сами сможете с ними делать все, что захотите. Смотрите, вот мы создали копию слоя, и я сейчас просто для того, чтобы было понятно, сделаю эту копию слоя черно-белой. Просто я возьму, сделаю, я сейчас так сделаю, так сделаю, и объединию. То есть я положил специальный слой и объединю их в единый слой. Вот, у нас с вами сейчас получилось один слой сверху черно-белый, а внизу слой цветной. Если мы черно-белый глазик уберем, то видите, внизу слой цветной, а под этим слоем черно-белый. В смысле, вверху черно-белый, а снизу у нас цветной. Смотрите, мы на активный слой, вот на слой, который нам сейчас нужен, на верхний слой, на черно-белый, нажимаем, когда у нас он активный, нажимаем на клавишу маска, на кнопочку маска, и добавляем маску на этот слой, на слой черно-белый. Именно вот видите, у нас черно-белый слой, и на нем маска, белая маска. Белая маска, когда она белая, она получается как бы невидимая. Как бы вот она есть, эта маска, но это как бы заготовка для маски. А маска сама, что делает? Она может что-то на вашем снимке скрыть, а что-то показать. То есть, получается, мы на вот этой маске, на вот верхнем слое, черно-белом слое, можем что-то показать, а что-то сделать прозрачным. И тогда мы под черно-белым вот этим слоем увидим то, что у нас снизу. А снизу у нас точно такая же цветная фотография. Как сделать так, чтобы мы что-то увидели цветное? Ну, допустим, мы хотим увидеть кота цветной, либо цветок цветный. Ну, можем цветок взять. Нам для этого просто с вами нужно взять кисточку. Кисточку, карандаш, не важно что, но вот мы взяли кисть. И просто мы этой кистью должны противоположным цветом нарисовать. Ну, то есть, как противоположным цветом? Чем темнее цвет, тем больше на этой маске мы как бы... Как бы представьте, что маска – это какое-то такое полотно. И мы как бы... Это фотография, да? Представьте, что одна фотография, внизу у нас цветная, а сверху у нас черно-белая. И мы маской, как монеткой, как бы соскрябываем часть изображения с верхнего слоя. И вот, чтобы лучше соскрябывалось, нужно взять просто эту маску темнее. Ну, или, точнее, эту кисточку темнее. Вот мы, если черную кисточку возьмем и будем этой черной кисточкой на белой маске рисовать, то у нас цветы станут, видите, они у нас цветные становятся. Цветок становится цветной. Почему цветок становится цветной? Ну, потому что просто слой под ним проявляется, а вот то, что здесь, наверху, это у нас получается дырка. То есть, у нас здесь не слой, а просто пустое место. Вот, я могу, если мы нажать клавишу Alt, то мы увидим, что мы нарисовали. То есть, это мы маску увидели целиком. Вот я могу же ее закрасить полностью. И вот у нас маска, видите, таким образом стала. Если я возьму сейчас и возьму кисточку белую, или здесь вот слева нажму и снова сделаю кисточку белой, и заново сотру все, то, соответственно, у меня... Можно крупнее взять кисточку. Соответственно, у меня все опять станет черно-белым. Или вот капельку-капельку совсем можно оставить цвета, если нужно. Вот видите, ну, сотрем все полностью. И у нас, получается, верхний слой опять стал целый. Можем посмотреть. Вот видите, все, вот у нас капельку еще осталось. Мы это убрали. Alt я нажимаю Alt и нажимаю на саму маску. И тогда вижу изменения. Точно так же я могу сделать, если нужно, кота цветным. Ну, допустим, мне нужен черный, соответственно, кисточка нужна, если на белой маске. Вот так вот нажал. У меня глаза стали только цветные, а все остальное осталось черно-белым. Или я могу взять кисточку побольше и сделать ошейник еще цветной. Или могу всего кота сделать цветным, сделать кота цветным, а цветок остался черно-белым. Так, если, допустим, ладно, вернемся назад. И сейчас опять код у нас вернется, код у нас будет с вами опять черно-белый. Все, вот он у нас как был. Я просто закрасил опять назад в белый цвет. Вот видите, все закрасилось, вот капельку осталось. Капельку какие пятнышки остались, я их убрал. Все, вот у нас опять черно-белая фотография. Если я хочу, чтобы какие-то элементы стали не полностью цветные, а чуть-чуть, например, они стали, капельку цвет проявился. То есть убрать прозрачность этого слоя в каких-то местах не полностью, а частично. То я просто уменьшаю непрозрачность кисти самой. Вот вверху есть такой ползуночек, вы можете его двигать. Либо вы можете просто нажать какое-то число. Допустим, 25% после числа на клавиатуре, если нажать, то будет у вас кисточка 25%. Также вы, если правой кнопкой щелкните, то можете поменять как размер кисти, так и жесткость. Если вы мягкие границы хотите, то можно мягкую кисточку поставить. 0% – это самая мягкая кисточка. И вот, значит, мы с самой мягкой кисточкой. Если у нас маска белая, то, соответственно, черную. У нас должна быть кисточка черного цвета. Для этого можно нажать просто клавишу X. Слева Z и соседняя буковка X. И теперь, если мы будем нажимать, то цвет, нажимая на какие-то участки фотографии, то цвет будет появляться мягко. Легонько-легонько будет появляться цвет. Вот видите, я потихонечку нажимаю на цветочки. И едва-едва проявляется цвет. Наверное, глаза, видите, потихонечку проявляется. И можно сделать, допустим, таким образом, если вы хотите, можете сделать глаза сильно цветные, а цветок слегка цветной. А если, допустим, вам показалось, что цветок слишком уж яркий, или где-то вы, допустим, в каком-то месте один цветок у нас получился слишком уж цветной, то вы можете взять черную кисточку, поменять и потихонечку как бы убрать назад этот цвет. Вот видите, он исчезает. Далее. Смотрите, это мы делали со слоем, с отдельный слой цветной. Но цветное или черно-белое – это просто для баловства. Может быть, пригодится. Но смотрите, в чем заключается фокус. Я удалил слой сверху. Этот эффект с масками вы можете применять для чего угодно. В том числе для резкости. Допустим, мы с вами создаем слой дополнительный, копию слоя, чтобы нам… То есть внизу для того, чтобы нам был виден эффект, чтобы нам один слой от другого как бы отличать. Мы на верхнем с вами слое добавляем резкость. Вот, да, смотрите. Вот у нас здесь фотографии не очень хорошего качества, и вот особой четкости нет. Я делаю так же, как вам рассказывал фильтр, и другое – краевой контраст. Ну вот, 3,5, и пусть будет так. Ставлю здесь, смотрим, ну вот даже здесь поставлю жесткий свет, чтобы было наглядно. И оставлю непрозрачность, ой, нет, жесткий-жесткий свет, непрозрачность поставим 75. Вот смотрите, вот было, вот стало. Но, допустим, на глазах мне нравится, как получилось, а на цветке, допустим, я считаю, что слишком много резкости. Слишком вот жесткий получился эффект. Или, допустим, может быть, какие-то шумы начали появляться. Что тогда можно сделать? Тогда мы с вами применяем нашу маску и просто берем опять темную кисточку, и в ненужных местах мы с вами просто упираем действие этого фильтра, этого эффекта. Например, с цветка. Я хочу оставить цветок такой, какой он был, а чтобы вот на коте вот резкость усиленная осталась. И все, просто, видите, я его закрашиваю. И чем мягче свет у меня, чем меньше непрозрачность стоит этой самой кисти, тем мягче действует эффект. А если я хочу быстро это сделать, не хочу возиться, то я поставлю 100%. Все, видите, видите, так вот замазал. И все, у меня получился цветок, какой он и был, такой же мягкий. А кот у меня получился при этом смотрит сильно. Ну, в смысле, взгляд у него поразительный. Ну, я могу, если нужно, я могу частично, допустим, поставить 50% мощность кисти, непрозрачность кисти. И, например, оставить большей резкости на глазах. А вот с носа и с носом, например, и над глазами сделать чуть-чуть мягче. Идва заметно. Ну, вот так вот можно сделать. И вот, смотрите, у нас было так, а стало так. То есть на глазах мы добавили, на цветке убрали. Точно так же мы можем сделать и наоборот. Вот, вот, ну, когда можно, допустим, удалить слой маску. Можно отдельно, видите, клавиши нажать, удалить маску и добавить новую. То есть как вам удобнее добавить новую маску. Вот мы добавили новую маску. И, например, смотрите, такая ситуация. Допустим, я хочу добавить резкость, только хочу добавить резкость на цветок. Я точно знаю, что только на цветок хочу добавить, и вот только на внутренней части цветка. Тогда мне неудобно закрашивать будет все-все остальное черным цветом. Тогда мне удобно, мне же нужно, чтобы в итоге у меня вся маска, получается, была закрашена черным цветом. И только некоторые участки на маске, чтобы просвечивались, чтобы они были белые. Тогда эту маску можно сделать черной, самую черную маску, саму по себе можно сделать черной. И под маской уже проявлять то, что нам нужно. То есть маска тогда у нас закроет весь этот слой усиленный и откроет только то, те участки, которые мы укажем ей. Для того, чтобы сделать маску не белой, а черной, просто зажмите клавишу Ctrl и буковка I. Видите, маска стала черной. Все, соответственно, если у нас маска черная, то нам нужна белая кисточка белого цвета. Я возьму 100%. И вот теперь о этой маске я, например, проявляю какие-то элементы, какие хочу. Вот я хочу вот эти вот сердцевинки в цветах сделать, чтобы они лучше проявлялись. И на глазах. Вот, все. У меня фотография в целом не шумит. У меня фотография в основном в своей части осталась такая же и мягкая, какая она и была. Но в каких-то местах, в каких-то местах она проявилась более резкой. Это и к чему. Ну, то же самое можно сделать и вот с этим котом. Можем, например, таким же образом сделать какие-то цветы. Где еще этот эффект можно применить? Ну, цветы сделать черно-белым. Это самое простое. Баланс цвета можно поменять. Допустим, мы хотим просто поменять... Вот, чтобы цветы стали другого оттенка. Но мы не хотим, чтобы кот поменялся. Тогда мы создали с вами отдельный слой. Вот цветной баланс, когда мы создали, то у нас отдельно, видите, сразу слой создался. И в нем уже эта маска. Маску делаем, нажимая Ctrl-I черный. И, соответственно, белой кисточкой уже меняем оттенок цветов, просто проводя там кисточкой. Кисточкой мы провели, оттенок цветов поменялся. Видите, цветы у нас аккуратненько-аккуратненько можем сделать. А кот остался такой, какой был. Вот, смотрите, было так, стало так. Более того, можем нажать на иконку с весами. И здесь у нас вот эти ползуночки можно двигать. Цветы, например, будут меняться у нас. А кот, какой был, такой и останется. Можем сделать более голубый или более красный. Ну, чем аккуратнее, я же сейчас быстро вам показал, чем аккуратнее маску эту нарисовать, тем точнее потом будет эффект применяться. Ну, все, собственно, таким образом можно делать все, что угодно. Вот, допустим, у нас еще кот. Что можно сделать? Таким образом вы, кстати, если кривые у вас, если у вас кривые, то вы можете и к ним этот эффект спокойно применять. Допустим, вот мы взяли кривые, и какой-то участок на фотографии вы хотите сделать темнее или светлее. Ну, допустим, я хочу сделать темнее, как будто бы, чтобы у меня такая небольшая виньетка получилась. Я сделаю всю фотографию чуть-чуть темнее целиком. Вот так вот сделал всю фотографию, целиком темнее. После этого маску сделал вместо белой черной. После этого взял, если у нас маска черная, соответственно, должен быть белый цвет. Ну, то есть для чего белый цвет? Ну, потому что на черной маске, чтобы что-то проявить, должна быть белая кисточка. Потому что если черной будем кисточкой, мы что-то делать, ничего не поменяется. И теперь этой кисточкой я могу, видите, провожу, и снимок темнеет. И в этой части он более темный становится. Чтобы мне было удобно, я возьму непрозрачность поменьше. Допустим, 30% возьму. Кисточку возьму, а кисточку возьму пошире тогда. Чуть-чуть уменьшу изображение. Это сейчас удобнее. И все, видите? И таким образом я могу какие-то участки на фотографии сделать темнее. Просто потому что у меня маска помогает мне применить этот эффект к определенному участку на фотографии. И вот, значит, было так, а стало так. Видите, по бокам стало темнее. Ну, вот еще, может быть, задний план темнее сделать. Это, допустим, я просто вам для эксперимента показываю. Для эксперимента. Точно так же можно сделать с этой маской светлее. Точно так же мы нажимаем еще один слой с кривыми. Вот у нас слой кривые. Сделал что-то светлее. Например, так вот быстро сделал светлее весь снимок целиком. И так же я поменял маску на черную. Вы можете, как вам удобно. Черная маска, белая маска. Как вам удобно. Главное суть понять. И все. И здесь уже я белой кисточкой могу сделать какие-то участки на снимке светлее. Допустим, вот глазки. Глазки. Чуть-чуть ушки. И если намного чего-то сделано, то вы можете взять кисточку другого цвета и убрать этот эффект. Еще здесь, видите. И, допустим, цветочек чуть-чуть светлее. Допустим, мы захотели так. Вот захотелось нам так. И вот мы таким образом с помощью двух масок поменяли изображение. Было такое, а стало такое. Далее. Например, я хочу сделать какой-то акцент. Вот резкости здесь достаточно. Но я хочу сделать, допустим, еще усилить. Точно так же я создаю еще копию слоя сверху. Это вот выделение лишнее. Копия слоя сверху вот у меня создалась. Я применяю здесь краевой контраст. Вот у меня резкости стало... Даже здесь, может быть, много, чуть уменьшить. Вот резкости стало много. Выперу здесь. Яркий свет возьму. Видите, вот резкость, код засветился. Но мне не хочется, чтобы вот этот эффект дополнительной резкости добавился. И внизу, на нижнюю часть, там, где у нас одеяло или что это. Ну, то, на чем лежит код. Тогда я добавляю маску. Делаю. Хочу эту маску сделать... Ну, вы можете смотреть сами. Как вам удобнее какие-то элементы сделать менее видимыми. То есть, если вам меньше, надо просто уменьшить какого-то эффекта. То есть, сделать какой-то участок, который вы хотите сделать менее резким, он меньше, чем участок основной. Тогда вам проще на белой маске черной кисточкой рисовать. Если, наоборот, вам какие-то маленькие элементы только надо сделать резкими, особенно резкими, то тогда проще сделать маску черной. Но здесь, допустим, я хочу просто сделать менее резким нижнюю часть. Нижнюю часть. Тогда я оставляю маску белой. Возьму кисточку черную. 50% поставлю непрозрачность кисти. И потихонечку в нижней части снимка верну назад резкость, какой она была. Для чего я поставил меньше? Чтобы переход был плавнее. Мне так удобно. Я вот немножечко убавляю и смотрю, как получилось. И смотрю. Ну, может быть, еще вверху лишнее здесь упирал. И вот видно, что я нарисовал. Где эффект применен, видно здесь. Смотрите, значит, у нас было так, стало так, то, что мы сделали с помощью масок. То есть мы масками такой эффект сделали. Я думаю, что вы можете просто взять и попробовать взять этих котов, любых других котов и просто попробовать. Для начала возьмите и сделайте один слой, чтобы у вас цветной был, а другой черно-белый. Как это сделать? Просто создайте копию слоя. Можете правой кнопкой мыши создать дубликат слоя. И просто окей нажмите, он сверху будет. Потом можете... Здесь есть такая кнопочка, есть сделать корректирующий слой, создать корректирующий слой черно-белое. Можете на него нажать. Видите, снимок станет черно-белым. А чтобы... Так, сложно будет, но можете попробовать. Чтобы вот этот вот эффект применялся только не ко всем слоям, которые, наверное, снизу находятся, а только к одному слою, который под этим фильтром находится, вам нужно зажать клавишу Alt и вот так вот мышкой как бы между слоями вот так вот попасть и левой клавишей мыши нажать. Видите, тогда вот такой значок появляется. Все, тогда этот эффект применяется только к одному слою, к верхнему. После этого два слоя можно выделить вместе. Клавиша Ctrl нажимается. Нажимаете клавишу Ctrl, два слоя вместе выделяются. После этого Ctrl и буковка E. Все, два слоя объединились в один. И вверху у вас стала черно-белая, внизу стала цветная. После этого добавляете фильтр. Берете, если у вас белая маска, то, соответственно, черную кисточку. И черной кисточкой выставляете нужную прозрачность, нужную жесткость, какую вам нужно. Вот жесткость у меня ноль сейчас, мне удобно. Просто проявляете те элементы, которые нужны. Это я вам советую взять, это сделать на любом снимке, чтобы вы получше поняли, как эта маска работает. Кстати, смотрите, можно такой эффект сделать, если вам нужно. Вы можете поменять здесь местами в любой момент, можете поменять здесь местами маску. Как бы обратить черное сделать белым, а белое черным вы это уже умеете делать. Просто Ctrl-I. И у нас стало все заодно вперед. У нас цветок стал черно-белым, ну почти черно-белым, а код стал цветной. Ctrl-I. Здесь опять цвета поменялись. После этого можете этот слой, если хотите, удалить. Удалить этот слой. Сделать копию слоя. Создать дубликат слоя. Новый слой. И попробовать побаловаться с резкостью. С тем, чтобы добавлять резкость только там, где вам нужно. Для этого фильтр. Другое. Краевой контраст. Столько, сколько вы хотите, добавляете. Выбираете нужный вам эффект. Прозрачность, если нужно, убавляете. В данном случае я не буду убавлять. И добавляю на нужный слой. Вот я выбрал фон копия. У меня автоматически создался. Добавляю маску. Соответственно, у меня здесь проявляется сейчас все. Все, как резкость я добавил, она здесь вся проявилась. Если я хочу ее сделать локальной, то мне удобнее сейчас сделать маску черной. И сделать, соответственно, кисточку белой. Кисточку можете здесь нажать, можете на кнопочку X нажать. И там, где хочу резкость добавить, просто добавляю ее. Вот она мягко может добавляться потихонечку. Но вот на глаза немножко добавил. И на цветочек немножко добавил. Может даже показаться в какой-то момент, что она не добавилась. Для этого просто укрите этот слой на секундочку, и вы увидите. Ну, вот глазик снимите, и вы увидите, что она добавляется таким образом. Ну, все, собственно, после этого, если захотите, после этого можете еще. Ну, это уже вообще круто. Попробовать этот слой удалить. А добавить, например, те же самые кривые, просто для того, чтобы закрепить эти знания. И, допустим, вы хотите здесь убавить, сделать что-то темнее. Допустим, цветок хотите сделать более темный, а кота оставить так же. То вы можете тогда кривую опустить, сделать темнее. И, если удобно, то можете сделать маску черной. И мы хотим цветы сделать более темными. Соответственно, на черной маске белой кисточкой немножечко, как нам удобно, затемняем. Видите, у нас цветочек стал темнее. Цветок стал темнее. А, допустим, хочу глаза у кота сделать на армайру цветлее. Что тогда мне сделать? Тогда я возьму, еще один раз добавлю слой. Сделаю чуть-чуть светлее. Вот так вот сделаю. Опять сделаю маску. Сделаю черной маской. У меня белая кисточка. Непрозрачность 50% стоит. Убавлю диаметр, сделаю поменьше. И потихонечку осветляю. Это все, видите, можно это делать другими инструментами. Но можно это делать только с помощью нужных слоев, простых инструментов и с помощью маски. Если какой-то эффект, допустим, сильный, допустим, вот здесь вот, видите, этот слой только на цветок действует у нас. То вы можете непрозрачность убавить. И все, и таким образом можете делать, видите, цветок темнее, либо светлее. Попробуйте сами, попробуйте, покрутите, повертите, потом напишите, получилось ли вам, у вас разобраться с этими масками. Если что-то будет непонятно, то запишу для вас еще видео, чтобы вы научились. Я хочу, чтобы вы это применяли, если вам нужно в резкости. То есть какие-то элементы вы можете сделать более резкими. А если, допустим, на небе вам резкость дополнительная не нужна, и там появляется шум, то его можно оставить таким, какое оно до этого и было. Все, смотрите. И если что, спрашивайте. Солнышко мое, я тебя обожаю. Солнышко мое, я тебя обожаю.